Гигантские миниатюры Вы не сможете избавиться от этого увлечения Пит – большой ребенок Алан Ли – концептуальный дизайнер-декоратор Фильм для него нечто второстепенное Поиграть в игрушки – вот что главное И знаете, они прекрасные Ребята из компании ВЕТА и отдела миниатюр Вложили фантастически много заботы и любви во все то, что они делали По-моему, если вы посмотрите фильм, то становится очевидным Насколько эти миниатюры тщательно изготовлены И насколько они реалистичны Они добавляют что-то, что вы не сможете получить каким-то другим способом Джон Хоуф – концептуальный дизайнер Первоначально Минос Моргул назывался Минос Итиль До того, как он попал в руки Саурона Это был гондорский город-близнец Минос Тирита Поэтому мы хотели, чтобы он напоминал Минос Тирит Но имел иной замысел дизайна Скала, которая разделяет Минос Тирит Была элементом дизайна, который я решил перенести в Минос Моргул Где этот каменный выступ был воспроизведен в виде стены с зубцами Джон Хоуф создал тот город, который сам по себе очень красив Питер Джексон – режиссер, сценарист, продюсер Но когда орки захватили все земли вокруг, они обнесли город железными балюстрадами Которые изуродовали его прекрасные белые стены пятнами ржавчины Я очень хорошо помню, как мне удаляли зуб мудрости Когда дантист зажал мой зуб мудрости чем-то вроде клещей Я хотел попробовать передать это неприятное впечатление металлического зажима Вгрызающегося в эмаль Или в нашем случае в белый камень Минос Моргул Эта миниатюра Минос Моргла в масштабе 1 к 120 Этот макет был специально построен целиком Чтобы камера имела возможность постепенно подниматься все выше и выше над долиной И показать сверху карабкающихся хоббитов А потом нам пришлось также сделать макет в три раза больше для съемок крупным планом У миниатюры был зеленоватый отблеск Который в книге описывается как очень необычный болотный цвет Свет этот был бледнее света ущербной луны Он дрожал и колебался, как зловонное испарение, идущее от гниющего трупа Это был свет, который не освещал ничего Поэтому мы покрасили ее светящейся краской и облучили ультрафиолетом Чтобы получить этот болезненно-бледный вид И потом, выключив ультрафиолет, можно было освещать ее обычным светом Так что фактически вы видите естественный лунный свет, не зная обо всем этом Таким образом, у нас было четыре различные световые схемы Каждая из которых использовалась для получения окончательного результата Башня Киритунгл Киритунгл был построен древними нумнорцами, как сторожевая крепость у границ Мордора Она первой была захвачена орками и стала их собственностью Сперва я сделал набросок, который очень похож на описание в книге Этот начальный проект был отклонен как неинтересный Я его весь переработал, убрал крепость со склона горы и поместил ее на вершину Каждый последующий ярус находится под углом к нижнему Это соответствует описанию в книге, но при этом придает крепости какой-то безумный головокружительный вид Мэри Маклоплин – миниатюрист Впервые вы видите ее из логова Шелоп, вы видите только вершину башни Они сняли ее с миниатюры, перенесли на съемочную площадку и нахлобучили на вершину декорации Это очень редкий момент, потому что у нас на заднем плане реальная башня Так что это особенный момент, потому что обычно нам приходится смотреть на голубой экран А теперь нет необходимости использовать свое воображение, все перед глазами Когда она вернулась на место, я добавил еще немного деталей, потому что услышала, что ее будут снимать крупным планом Убедительность любой миниатюры зависит от количества мелких деталей, которые вы сможете вложить в нее Мне очень интересно смотреть на огромное каменное здание Но стоит повесить на него несколько цепей, проделать пару брешей и четче выделить элементы, как оно становится более интересным и приобретет большее правдоподобие Это была моя любимая декорация орков В ней ужасно много деталей Все очень мрачное в готическом стиле Ставить свет было одно удовольствие Осветить ее неудачно просто невозможно Обычно свет идет с разных сторон, и это выглядит просто фантастически Город мертвых Помни, я долго размышлял, как следует сделать пути мертвых Ведь Питер не хотел показывать просто темную, глубокую дыру Питер хотел, чтобы внутри был целый иной мир Я сделал несколько зарисовок этого города мертвых, в центре которого было надгробие короля мертвых Рик Порос, продюсер Прообразом этих строений послужило местечко под названием Петра в Иордании Петра Иордания основана в 6 веке до нашей эры Я знаю, что когда они сделали первые наброски, люди говорили об этом месте как об ориентире И Питер решил, что некрополь должен расколоться, и оттуда должны посыпаться черепа тысячи тысяч людей, которые были похоронены в нем много лет назад Джон Бастер, создатель миниатюра Сначала вопрос был такой, вы можете сделать 200 черепов, нет проблем, а 2000 нет проблем, работа займет одну неделю, затем 2000 превратились в 6000, а 6000 в 10 000, 10 000 стали 20 000, наконец 60 000 В конце концов, нам пришлось сделать 80 000 черепов, вы скажете, ужасно много черепов, это не так Это всего лишь один кубометр черепов Надо было загрузить их, и затем надеяться, что ничего не упадет раньше времени Малейшее сотрясение могло обрешить все, и тогда пришлось бы начинать все сначала Пауль Ван Омэн – техник по моделям черепов Так что потребовалось больше расчетов, чем на любой другой спецэффект, который мы делали Но в конце концов, у нас все получилось Отлично, хорошая работа, ребята Они также выполнили много съемок с полноразмерными черепами Мотор Очень хорошо, здорово Когда мы скатывали черепа вниз, нужно было затем их все собрать и отнести наверх, чтобы начать сначала Вига Мортенсен Арагор, но было забавно, знаете, люди стояли с мешками, а мы бросали в них как баскетбольное кольцо А потом начинали кидаться черепами друг в друга, атмосфера была странная Нужно было расширить эти сцены, мы должны были рассчитать угол, который подходил бы для съемок на большой площадке И затем начать обрушивать груды черепов, чтобы выглядело как лавина, только растянутая по протяженности Миностирит Миностирит это самый большой архитектурный образ Толкиена, он просто огромный В настоящем мире он был бы высотой примерно около 520 метров Теперь представьте, когда мы снимали две крепости, главной миниатюрой была Хельмова Пать Хельмова Пать это огромная крепость, но по сравнению с Миностиритом она кажется небольшой Миностирит был одной из первых миниатюр, которую мы сделали для третьего фильма, она основана на рисунках Алана Ли Я пытался представить его с двух точек зрения, с одной стороны, как будто ты пошел через главные ворота и увидел город вблизи А с другой, я начал задумываться, как он будет выглядеть на общих планах То, как разрабатывалась модель, не слишком отличалось от того, как реальный город Роуз изменялся и настраивался в течение долгих лет То, что над ним работала целая команда конструкторов, в этом отношении очень помогло В разные периоды каждый из них был архитектором, который мог проводить свои собственные разработки Ричард Тейлор, творческий директор ВЕТА Мы установили более тысячи отдельных домов, чтобы сформировать вид улиц Миностирита Целиком Миностирит был выстроен в масштабе 1 к 72 Так что он был с нашу комнату величиной, мы физически не могли сделать его больше Здания на вершине задевались за потолочные балки нашей комнаты для миниатюр Декорации Миностирита целиком были 7 метров высотой и 6,5 метров в диаметре, огромное сооружение Мы также сделали фрагменты стен и дорог Миностирита в масштабе 1 к 14 Такой масштаб достаточно велик для того, чтобы можно было пройти по улицам города Можно было наклониться и заглянуть в маленькие окна и двери Мы использовали их, чтобы снимать более крупные детальные планы, которые не получились бы на других декорациях Детализация настолько хороша, что чем ближе вы подходите, тем больше новых деталей видите Когда я впервые увидела Миностирит в кинотеатре, я была потрясена как никогда в жизни Думаю, что за всю сцену я даже ни разу не моргнула Когда я смотрел фильм, думал, разве не чудесно было бы прогуляться по улицам Миностирита? Масштаб этого зрелища просто невероятен, и где вы могли бы видеть такое раньше? Требушеты в Миностирите, в отличие от катапульт, это копия средневековой военной артиллерии Катапульты действуют как рогатка Требушет же представляет собой эквивалент прощи С очень тяжелым грузом на одном конце рычага и точкой крепления посередине Таким образом, к проще прикладывается большой механический момент второго, очень длинного плеча деревянного рычага Теоретически, он может быть сколь угодно большим, таким, как вы его построите, или соответственно размеру снаряда Сохранившиеся средневековые иллюстрации трудны для понимания Потому что на одном рисунке один и тот же элемент может быть нарисован одновременно и сбоку, и спереди, и сверху Джон смастерил один настольный требушет Один из тех, что мы сделали для модели 1 к 72 Мне было интересно, заработает ли он на практике Однажды он работал за своим столом, и вдруг карандашный ластик пронесся мимо моей головы Я такая, что это было? Я обычно стрелял резинкой над головой Мэри, сидящей за своим столом на другом конце комнаты Я все же смогла заполучить этот настольный требушет в свои руки и запустить пару резинок обратно Следующий макет, который он построил, был масштаб 1 к 14 Он так хорошо его сбалансировал, что мог забросить карандашный ластик от одного края стоянки до другого Камки глины долетали до кустов на другой стороне стоянки нашей мастерской Мы здорово с ними повеселились Прямо как большие дети, играющие с этими замечательными штуками Дети, которые были достаточно привилегированы, чтобы могли тратить на это свое рабочее время Гронт Гронт — это огромный таран с торцом в форме головы волка Это один из тех очень редких графических элементов, которые Толки написал точно Осадные машины ползли по полю И между ними покачивался на толстых цепях громадный таран длиною больше сотни футов Долго ковали его в мрачных кузницах Мордора Его передний торец из вороненой стали был отлит в виде головы скалящегося волка Мы оттолкнулись от описания тарана, который дает Толкин, и решили развить эту тему и сделать весь таран в виде массивного чугунного волка Сама модель этого тарана, Гронта, была огромной, размером примерно с фургон Он весь был покрыт свинцом, и поэтому он был очень, очень тяжелый Дэвид Рэммон, создатель миниатюр Работать со свинцом опасно, это токсичный металл Мы не собираемся рисковать, поэтому всегда надеваем перчатки И стараемся как можно меньше до него дотрагиваться С этим металлом приятно работать, потому что он мягкий и пластичный Хоррен Мэхи, художник-скрупптор Мы также решили покрыть его надписями Я знаю, что там много орфографических ошибок Ошибок в языке Мордора Майкл Дозинский, создатель миниатюр Знатоки Толкина могут прочитать это сами, но для всех остальных там говорится Ни преграда стен, ни мощь врагов, ни сила духа не устоит против Гронда воли Мордора Эта надпись продублирована на плечах и немного вокруг глаз В это сделали миниатюру Гронда, но она все время стояла на складе Некоторые думали, что ее вообще не будут снимать и в фильме она не появится Но в самую последнюю минуту мы выкатили ее на съемочную площадку Дин Райт, продюсер спецэффектов Схема была такая, Гронд бьет ворота, затем еще раз И его нос пробивает их Гронд ударяет в третий раз, и ворота распахиваются Это как должно было быть, так сказать, в теории Но когда мы начали снимать, в первый же раз Гронд пробил ворота насквозь Ребята, делавшие Гронд, буквально пылинки с него сдували А моя работа была таранить им ворота снова и снова Бедный парень, нужно было видеть его лицо Он вчера здорово потаранил ворота и при этом сломал пару когтей Но мы выправили свинец заново, немного клея и все готово Я сломал коготь, я расплющил нос, знаете, чего я только не делал Но это не имеет значения, потому что это потрясающе, когда вы ощущаете силу удара, с которой он таранит ворота Корабль в серых гаванях уже существовал в виде концептуального эскиза Но мы попросили Алана сделать что-нибудь более конкретное Я сделал пару рисунков общего вида, затем что-то вроде чертежа И, наконец, рисунки корабля спереди, чтобы Джон мог начать Джон — фанат кораблей Он даже плавал навигатором на копии корабля капитана Кукха Он любит корабли, он досконально знает их, он построил свой собственный У него есть небольшая парусная шлюпка, на которой он катается с семьей Корпус получился очень быстро Я абсолютно уверен, что мы бы сделали большую часть работы за 3-4 дня Мы использовали фанерные рамы и диагональную фанерную обшивку Носовую фигуру вырезал Ричард Было здорово отправить Ричарда из офиса в мастерскую, где ему больше нравится Пойдемте, выпьем пиво в лодке Эта лодка действительно водонепроницаемая Так что приятно думать, что однажды она сможет выйти в открытый океан У нас нет возможности увидеть достаточно эльфийских кораблей, но она прекрасно выполнена и вполне отвечает нашим требованиям Серые гавани должны были быть декорациями переднего плана с цифровым фоном на заднем плане Так что мы сделали миниатюру 1 к 14 Через год нам сказали, что нужно больше города Так что мы вернулись к рисункам И одним из моментов, повлиявших на серые гавани Были картины Тернера На которых изображены экзотические гавани Не освещенные заходящим солнцем Картины Джозефа М.В. Тернера Работать с этими декорациями Был лучшей наградой за все наши труды И я думаю, что одна из причин этого в том, что там отражено все, чему мы научились Мы сделали столько больших моделей перед этим, что мы теперь отличная команда И можем очень многое Так, вот ваша модель, следующий Было интересно видеть, какой зрелости достиг их стиль и их техника Это было прекрасно Из всех отделов, делавших съемочный реквизит для фильмов Самым преданным, самым трудолюбивым, да и работавшим дольше всех, был отдел миниатюр Я не ставил своей целью издеваться над ними, но получалось так, что они никогда не останавливались и не знали, когда же закончат работу над «Властелином колец» Я думаю, это самая большая работа, которую выполняла съемочная команда, особенно отдел спецэффектов Через некоторое время они стали слегка странными Довольно часто, на 200-е, 500-е, 666-й съемочный день, у нас была очередная небольшая вечеринка Белинда Лохоуп, менеджер по производству Я решила, что нужно устроить вечеринку, потому что это 666-й съемочный день, а такой исторический момент бывает не часто Брюс Макнот техник, вам придется простить меня за мою шею, это наша вечеринка вечером 666-го съемочного дня Дьявольская музыка и дьявольское оформление, все в красных костюмах и все такое Приветствуйте! Главный королевский палач Марти Волш! Затем все поднимались на сцену и показывали сценки, было весело А это Алекс Фанк собственной персоной Питер Смит, миниатюрист С нетерпением жду 800-й съемочный день, а может быть даже 900-й И тогда, если вы придете брать у нас интервью, мы, может быть, будем еще более странными, чем сейчас Бедняги закончили съемки больше, чем через тысячу дней Некоторые снимают целый фильм за 30 дней, а они снимали эти миниатюры тысячу дней Марти Волш первый помощник режиссера, и я должен признать, что это тянулось очень долго Это достаточно времени, чтобы узнать друг друга хорошо, даже слишком хорошо Вечеринка по случаю окончания съемок в отделе миниатюр октября 2003 года Когда они думали, что уже сняли последнюю сцену и у них было празднование, я захотел, чтобы они достали модель Ортонка Чтобы я мог снять общие планы, кружа вокруг, для расширенного издания Все уже были готовы разъехаться в отпуск, начали уже отмечать И тут Дин звонит нам, а он там с Питером, он говорит, я с Питером, и нам нужно снять еще одну сцену Питер и Дин в зале просмотра звонят в отдел миниатюр Наверное, у них там вечеринка в самом разгаре Я услышала, как там Питер смеется на заднем плане, я сказал об этом ребятам, а они ответили О, это просто шутка в стиле Питера, на самом деле им это не нужно, я не шучу Господи, господи, что? Это не первоапрельская шутка, смехом делу не поможешь, не так ли? Она все в порядке, ребята знают, как это сделать, они вкатили ее, снова установили систему управления движением, осветили декорации и сняли их В этом отделе особый командный дух и чудесное мастерство, ведь их миниатюры фантастичны Когда мы только начинали, все что у нас было, это талант и возможности, но никому из нас не приходилось иметь дело со съемкой миниатюр Я полагаю, что теперь эта команда миниатюристов мирового уровня, едва ли не лучшая в мире Они позволили создать нам такое реальное Средиземье, и я думаю, это сильно отличается от того, что вы ожидали увидеть в фильме Огромное количество того, что сделали миниатюристы и команда Ричарда Тейлора, что сделали Аллан и Джон, обогатило мое первоначальное представление об этой книге Вот почему я ушел так далеко от этого представления, получив все то, что вложили в этот проект другие люди И это был один из самых волнующих моментов работы над фильмом Озвучил про субтитры Минокин 33, студии Я